Итак, друзья, я вас всех приветствую! В Доте вышел долгожданный патч 7.34Е, главная цель которого была пофиксить мету Интернешнла и исправить все те имбы, которые он создал. Да, это буквенный патч, который Valve сами анонсировали в главном меню Доты. И вот в 3 часа, почти в 4 часа ночью, наконец-то вышел, мы его все очень долго и активно ждали. И он получился достаточно странным, откровенно говоря, и немножечко попозже, в конце ролика, мы, наверное, и обсудим сам этот патч, какой он получился. А пока что давайте все-таки пройдемся по самым главным изменениям, потому что они все-таки здесь есть, и их не упомянуть, я думаю, нельзя. Как и ожидалось, пофиксили главные имбы Инта, ну и не только Инта, а в целом нынешние меты. Начнем с Бристлбека. Бристлбеку, как вы видите, урезали максимальный урон, который могут нанести его колючки. Раньше это был 550, сейчас 500. То есть максимально вы можете нанести 500 урона с одного клика Квилл Спреев. То есть когда они настакиваются, больше 500 вы не тыкните вот этой его своей колючкой. А также понерфили немножечко его спину. Если раньше порог урона был ровно 225 на любом уровне, то сейчас, как видите, он уменьшается с каждым уровнем прокачки. Сделано это, видимо, для того, чтобы больше не обузили вот эту самую тему с прокачкой спины в единичку, чтобы больше прокало. Ну вы наверняка уже видели эту такую тему. В общем, Бриста Валвы считают, что они полностью исправили, теперь это абсолютно сбалансированный герой. А еще ему немножечко порезали его вот этот плевок, комок, иголок. Если раньше он кидался чуть ли не на другой конец карты, то сейчас радиус его уменьшили значительно. Если раньше было 1500, сейчас всего лишь на всего 1000. Ну и перезарядочку с 10 до 13, как видите, сделали. Радиус теперь вот такой вот. В общем, вот такой вот теперь у нас Бристлбэк понерфленный. И вот этого патча мы ждали столько времени. И жаль, что тут не как в Lineage 2, где следующее глобальное обновление выйдет уже 29 ноября 2023 года. При этом там точно добавят первый в истории магический класс гномов под названием Творец Сияния. Милые девушки гномы, вооруженные мечом и луком, готовые сеять хаос и разрушение на полях битвы. При этом стиль навыков этого класса напрямую зависит от типа оружия в ваших руках. А еще откроют два новых сервера, а также раздадут подарки всем новым игрокам. Если кто не в курсе, Lineage 2 это воистину легендарный MMORPG с огромным открытым миром, который уже 15 лет радует российских игроков новым контентом и в целом является прародителем многих современных MMORPG проектов. А если вы решите играть на своем старом персе, то вас будет ждать новая сессионная зона Разлом Времени, Лагерь и Храм Ящеров, где вы можете найти испытания по своим силам. А самых олдов ожидает открытие двух новых серверов Кадмус и Фарис, где впервые прозвучали ники самых легендарных игроков и происходили поистине эпохальные события для Lineage 2. Специальные ивенты, подарки и гонки за цены и призы ждут самых смелых, готовых оставить свое имя в истории. Поэтому переходи по ссылке в описании, регистрируйся и забирай свой куб помощи, который содержит ряд усиливающих предметов, которые помогут тебе в твоем путешествии в мир Lineage 2. А еще не забудь нажать кнопочку «Получить подарок» на странице проекта и получить подарок в лаунчере 29 ноября после выхода обновления. Следующая жертва патча у нас Хаус Найт. Ну вы все помните этого арботягу, который с 2000 убивал буквально каждого героя на карте, просто ультуя и нажимая рифт. И знаете, что Валлы сделали ему? Правильно, они понерфили его пассивочку. И теперь у него уменьшение вампиризма от крипов усилено 40% до 70%. То есть теперь от крипов он хилится меньше. На этом изменения у нас окончили. Ну ладно, ладно, не окончено, как бы там еще его ульту переделали, она теперь требует больше маны, но это все. То есть вы понимаете, что ему не порезали там урон от этого крита, не порезали от хил в целом. То есть он все так же хилится с одного крита от героя, например. Понятно, от крипов он сейчас уже не так жестко нахиливается, но сам факт ваншота с одной тычки никто не отменял. Герой все такой же, ему ничего не поменяли. Ни снижение брони от этого рифта, ничего абсолютно, герой все такой же. То есть по мнению Валлов, проблема ЦК заключалась именно в том, что он очень сильно хилится от своих критов, от крипов. Так, дальше у нас идет вилочка. Главная тоже имба всего The International. Вы, я думаю, все помните эту невероятно сильную Dark Willow в керри, которая собиралась, которая разносила абсолютно все и вся, в скобочках нет. В общем, ей теперь изменили перезарядочку. И теперь вместо 14 секунд на последнем уровне ее Shadow Realm откатывается 16 секунд. Ну, сделано это, очевидно, для того, чтобы нельзя было, по сути, находиться чуть ли не в бесконечном этом рилме. Потому что, покупая Актарины, взяв нейтралочку на минус кулдаун, можно было практически бесконечно находиться в этом астрале. Там было окошечко где-то в секунду-две, которое можно было спокойненько закрыть юлом. Сейчас, видимо, Валвы решили озадачить с этим вопросом. Я не понимаю, почему они вообще вилку трогают. Она не такая сломанная, ну камон. Ну, ладно, ладно, это еще не все, ребята, это не все еще. Давайте смотреть дальше. Так, дальше у нас идет Даззл. И Даззл без сарказма, без иронии показал очень хороший импакт как-то на Инте, так и в целом сейчас в пабликах он достаточно жесткий, как Мидиар. Я думаю, вы уже все с ним сталкивались, знаете, что он сейчас из себя представляет. И Валвы сделали всего один фикс, который заключается вот в чем. Смотрите, вот, допустим, нас бьет враг, и у нас сбивается Блинк. Раньше, нажав ульту, мы могли, что сделать? Правильно, просто откатить Блинк и у Блинка. Сейчас, если нас атакуют, Блинк у нас на кулдауне, ульта не сбрасывает кулдаун Блинка, который уходит в кулдаун именно от урона. Это единственное, что поменяли Валвы в этом вот сумасшедшем Даззле. Я, честно говоря, не играю на Даззле, я только видел, как на нем играют, и я не уверен, что это именно то, из-за чего Даззл сейчас так силен. Я, конечно, как я уже сказал, не эксперт, но, по-моему, проблема была все-таки в агониме его. Но, в общем, исправили только Блинк, это реально единственная строчка в патчноуте, которая касается изменений Даззла. Так что, игроки на Даззле, напишите, пожалуйста, сильно ли это повлияет на геймплей на героя. Следующая жертва патча у нас Кунка. И вот по Кунке, в отличие от всех остальных, Валвы прошлись достаточно уверенно и конкретно. Во-первых, наверное, начнем мы с ульта. У него уменьшили отложенный урон 45% до 35%. Что это значит? Это значит то, что когда мы ультуем, мы будем получать, как ни странно, больше урона. Еще ему немножечко порезали, ну, даже не немножечко, а так прям конкретно порезали его шард. Урон от его вот этой вот волны, которая толкает или притягивает, в зависимости от того, как вы ее направите, она теперь дамажит не 250, а 180, а это уже такое ощутимо, на самом деле, фикс. Из-за чего в основном брали Кунку, помимо корабля и вот этого вот суперполезной волны, это его агонимная способность, вот этот тарань-шторм, и ее заметно ослабили. Сейчас длительность равна не 5 секундам, а 4 секундам. Ну и кулдаун там немножечко на 5 секунд увеличили, но это не так значительно. Значительно лишь то, что вместо 5 секунд она теперь длится всего-навсего 4 секунды. И я думаю, в замесах это будет гораздо заметнее, потому что по ощущениям, когда ты дерешься против этого Кунки с вот этим вот штормом, там кажется, как будто он вообще бесконечный, а сейчас на целую секунду урезали. Ну и, конечно же, про Муэрту Валвы тоже не забыли бы. Она была буквально чуть ли не в каждом матче, и ей, конечно же, исправили ее Зе Каллинг, который как раз-таки и делал всю грузюку, по крайней мере, в начале игры. Основное изменение коснулось того, что он вместо 10 секунд, этот спел, теперь длится всего лишь на всего 8 секунд. Не то, чтобы это сильно как-то на что-то повлияет, потому что, ну, понятное дело, что 10 секунд в этом поле драться никто не будет, из него уходит, но 8 секунд утер длится, и замедление не сразу равно 30%, а изначально оно 15% и растет в зависимости от уровня прокачки. Поэтому, в целом, на начальных уровнях эта обилка уже не будет такой страшной, мы относительно спокойно можем, будем выйти из него, по крайней мере, в начале игры уж точно. А вот дальше уже потяжелее, конечно, будет. Так, дальше у нас идет Некрофос, тоже один из главных героев этой меты, и ему прошлись по практически каждой его обилке. Шраут. Теперь он требует больше маны, тут, я думаю, все понятно. Вместо 50 стало 75. Окей. Дальше идет исправление Хардстоппер Ауры. И главное отличие его заключается в том, что длительность восстановления уменьшена с 8 секунд до 7 секунд. То есть, когда вы Крипчика или героя добиваете, вы будете регениться не 8 секунд, а 7 секунд. Теперь его горелка с Агонимом работает не так яростно. Раньше было 60%, сейчас стало 55%. Не то, чтобы вы это супер сильно ощутите, на самом деле, эти 5% герой все так же сгорает, как не в себя. Но, в общем, теперь с Агонимом чуть-чуть, может быть, как-то где-то полегче будет жить. И еще Шард, конечно же, про Шард мы тоже не забываем. Шардик ему тоже, конечно же, поправили. И теперь он кулдаунится не 16 секунд, а целых 19 секунд. А вот это уже значительное изменение, потому что Некро у нас герой, как вы знаете, без эскейпов, вообще без каких-либо мобильных приколов, его сделали еще менее мобильным. Потому что раньше этот Сикер позволял ему хоть как-то передвигаться по файту, как-то, может быть, прятаться, какую-то неуязвимость получать на время. А сейчас 19 секунд, будьте добры, терпеть. Так, Праймал Бист, тоже один из главных героев этого патча. Его, на самом деле, по обилкам не особо что-то сильно затронули. Ну, вот у Трэмпла немножечко увеличили монокост. Перезарядку на 4 секунды увеличили у ульты. Тут тоже не особо сильно. Основной прикол скрывается в его талантах. И теперь на 25 уровне у нас нету от этого таланта, который, помните, он раньше давал плюс 100% к длительности пульверайза. То есть, по сути, раньше этот талант на 25 в 2 раза увеличивал длительность его ульты. Сейчас он увеличивает на 67%. Я не знаю, откуда они взяли вот эту цифру в 67%. Но, в общем, с этим талантом вот столько длится его ультимейт. Но, в общем, теперь эта ульта на 25 не будет такой страшной. Но она все еще неприятна, учитывая, что она все еще бьет сквозь БКБ. Алло. Ну, проблема-то не в длительности, наверное, была. Потому что, как бы, сбить-то можно каст этому Бисту. Вот. А проблема-то в том, что она через БКБ фигачит. Ну, и теперь самый-самый главный герой этого патча. Конечно же, Баратрум. Знаете, что Валвы сделали ему? Они увеличили кулдаун его обилок на 1 секунду. Было 12, стало 13. Ощутили изменения? И я не ощутил. Ну, я говорю это про чарж и про его чарж с агонимом. Ну, то есть, реально, было 12, стало 13, а с агонимом было 8, стало 9. Вот это изменения. И да, если что, это, как бы, все. Это все изменения Баратрума. Ему больше ничего не поменяли. То есть, они просто добавили буквально 1 секунду к его кулдауну чаржа. 1 секунду. Вы не ослышались. Я не знаю, по-моему, это выглядит как шутка какая-то. О, боже мой. Ладно, давайте дальше, давайте дальше. Ладно, я пошутил. Дальше ничего не будет. Да, если вы думаете, что это шутка первоапрельская какая-то, нет. На самом деле, это реально весь патч. Все остальные изменения, если вам кажется, что вот это изменения какие-то смешные 1 секунду, то остальные изменения персонажа, они еще более забавные. Там буквально плюс 1 к броне, минус 1 к ловкости или силе. То есть, такого рода. Патч буквенный. Казалось бы, чего от него вообще нам ожидать? Че ныть? Это буквенный патч, да, скажете вы? Но, друзья, я вам напомню, что в буквенных патчах выходили герои. Муэрта вышла в буквенном патче. Многие ивенты выходили вместе с буквенным патчем. Именно поэтому я до 4 утра сидел, как придурок, и ждал этого патча. В надежде на то, что, ну, типа, Валвы что-то же добавят. Ну, не могут же они просто высрать буквенный патч с 1 секундой, блин, изменения кулдауна на чарджи бар. Ну, это же кринж какой-то. Так, и теперь, друзья, резко отставляем наше нытье, потому что пока я делал этот ролик, Валвы выпустили новую новость в своем официальном блоге. И знаете, о чем эта новость? Конечно же, о новом ивенте, который все-таки будет. Я прям реально очень рад, потому что этот патч, я не знаю, чуть не сдох, пока делал это видео. В общем, друзья, я очень рад и хочу этой радостью поделиться с вами. Здесь все пропускаем, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот. Стоп, вы слышите? Неужели где-то вдалеке раздается праздничный звон? Знаете, что это значит? Нет, это не ранний тинитус, а приближение волшебной пары, которую мы зовем холодрыжеством. В декабре оно вновь накроет нас лавины из нововведений, косметических предметов и сюрпризов. Тинитус это звон в ушах, если кто не знает, или тинитус. Это я загуглил, чтобы вам поумничать, короче. В общем, холодрыжество будет в декабре. Куча из нововведений и косметических предметов. Все круто, но есть один небольшой нюанс. И аркана предметов с надеждой спросил маленький Тимми, сжимая в руках крохотную тарелку овсянки. В скобочках все по Диккенсу. Как же неловко. Нет, Тимми, пока еще нет. Раскроем все карты. Событие, которому приурочены аркана предметы, обросло столькими новыми деталями, что мы все еще работаем над ними и планируем выпустить в первые месяцы следующего года. И это, если не брать в расчет другие обновления, которые мы запланировали. Например, снова стоп, чуть не проболтали. Скажем только, что история TI 2023 завершена. И наши холодрыжеские эльфы уже вовсю полируют целый ворох нововведения, чтобы успеть к новому году. А пока с неменуемым холодрыжеством. Друзья, я прям немножечко тихонечко похлопаю, чтобы никого не разбудить. В общем, я безумно рад. Холодрыжество будет. Аркан не будет на холодрыжестве. Но само холодрыжество это крутой ивент. Я не знаю, какой именно он будет, потому что он по-разному, валвы его делают. Был, помните, с грявлами в 2013 году. Был попроще, был... Короче, по-разному его делают. ХЗ, какой он будет, может быть, как в прошлом году. В общем, посмотрим. Радует, что хоть что-то будет. И это уже реально очень круто. Прям от души у меня прям отлегло. Ну и то, что арканы перенесутся на следующий год. Ну, не то, чтобы это прям как-то непредсказуемо. Это валвы, понятное дело, отменили батл пасс, потому что ничего не успевали из-за этой проклятой косметики. И теперь проклятые... проклятые арканы снова мешают все выпускать вовремя. Представляете? Арканы предметы обросло столькими новыми деталями. Да что ж такое-то? Опять же... Ох уж вы, игроки, со своими арканами заставляйте валвов работать сверхурочно и делать какой-то контент. Ну, короче, все круто. Я рад. Печально, что аркан сейчас не будет. Но в целом есть что ждать. Дота не умерла, и валвы все-таки нас не заскамили, забирая все свои слова обратно, переобуваясь в воздухе. В общем, друзья, на такой хорошей и веселой ноте мы с вами, наверное, и закончим. Не забывайте залетать ко мне в паблик ВК, чтобы следить за всеми новостями. В реальном времени мы там быстрее всех выкладываем эти новости. Плюс залетайте в мой магазин цифровых товаров, покупайте там игры по большим скидочкам, дешево, дорого, как хотите. В общем, там же можно приобрести и смену региона Стима, и кучу других полезных приколюх. В общем, друзья, ссылочки на все это дело будут в описании. Я вас всех целую и отправляюсь спать. Еще услышимся, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!